То есть если ты, я официально вызвал конструктор. Конструктор сработал? Сработал. Конструктор сработал? Смотрите, чудесно сработал. Хорошо, а вот это сработало? И это сработало. Я создал конструктор, все чудесно. Я вызвал метод, все чудесно. Но оказалось, что, вы знаете, вот на таком аргументе этот метод как бы не стоит вызывать. Они меня по exception нигде не остановили. Они не сказали, что нельзя создавать файл вот такого имени. Да, если у меня была сущность директория, я пишу new directory, даю имя файл, оно хлоп, падает, нельзя так делать. Я делаю лист файлов. Но оказалось, что, в общем-то, как бы этот метод, перечислить файлы, не применим вот к этому имени. И они его здесь, вместо того, чтобы сломаться по исключению, какого-нибудь, не вызывая методы бабки на файле, они вернули мне дурацкое значение null. Получается, у меня везде, для устойчивого работы, надо везде писать. Каждый раз вызываю метод, получаю результат. Пишу, если результат не null, тогда с ним работаю. Если null, плохо то, что, например, теперь я в голове должен помнить, что означает null. Я создал какую-то штуку, вызвал мне какой-то метод, оно вернуло null. Что это значит? У меня не было прав, я не имею права писать. Это не директория, а папка. Такого файла больше не существует. То есть, null плохое значение. Exceptions намного лучше. Во-первых, Exceptions много. Если у меня при попытке использовать что-то? Несколько дурацких ситуаций. Например, этого не существует, или это существует, у тебя нет прав. Ну, один на всех. Exceptions я могу сделать два. Первый, File.Found.Exception. Второй, у тебя недостаточно правы Exceptions. В сигнатуре метода сделать оба чека. Это в сигнатуре метода отразить. И человек, который вызывает метод, ему компилятор так или иначе скажет, вдруг, при вызове этого момента, может быть две проблемы. Такое, что-то не существует, ты не имеешь права с ней работать. И я вынужден. То есть, фактически, Java в этом смысле, как бы, очень сильно типизированный язык. Она постоянно заставляет нас общать не о типах. Она говорит, знаешь что? Тут можно два исключения. Выучит два таких исключения. Старпаним качей и так далее. Вот этот стиль приводит к более такому слабо типизированному языку. Типов мало. Пиши короткие программы, тебе не надо знать ни про Exceptions, ни про что. У тебя не будет семь разных Exceptions. Если что сломается, мы тебе вернем нул. То есть, это приводит к тому, что программисты пишут намного быстрее, но вообще, говоря, надежной полной писать намного сложнее. Например, все время бороться с этими нулами. Жил, жила программа, потом, через полгода пользователи начали по-другому использовать, она начала падать. Пользователи никогда не нажимали эту комбинацию клавиш просто. Теперь начали нажимать, и она начала падать. На пустой папке, не знаю. Давайте проверим. Ну, это такое, как бы, не очень интересное знание. В смысле, ну, я, по крайней мере, такой в голове хранить не мог. Ну, давайте попробуем. Три единицы. Наша пустая папка. А, нет, наверное, вернет пустой массив. Мы надеемся, что они не настолько плохие. Ну, все честно. Папа существует, пустая, получил пустой массив. Но, опять же, есть программирование, вообще, ну, может, и других инженерных науков. Такой принцип называется, принцип наименьшего удивления. Надо стараться программировать, пользуясь этим принципом. Это означает, что если человек чего-то не знает, а потом узнает о вашей системе, это должно вызывать наименьшее удивление. Он должен сказать, а, ну, понятно, так и должно быть. Если он говорит, ого, а что это значит? Или не может быть, так не должно быть. Так, значит, мы нарушаем принцип. Система, которая удовлетворяет принцип наименьшего удивления, ее, например, легко учить. Стиральная машина. Я привез, поставил, а струкнув, есть кнопка power. Я включил, она орет нам. Мигает лавточкой. Я говорю, наверное, режим не выставил. Ставишь режим, она валит. Теперь более понятно, что делает вот эта наша программа. Создал рут, вызвал для него. Рекурсивность вот здесь. Получается, если рут является директорией, то мы по нему генерируем новые файлы. Если файл является директорией, по нему генерируем новые файлы и направо вызываем для них. Если же является файлом, ну вот мы получили его. Допустим, я хочу найти все файлы, которые вот так. Хочу найти у себя на dtmp все файлы, созданные за последние три дня. Ну как? Меня не интересует директория, да? То есть вот в этой ветке я работать не буду. Я говорю только про файлы. Я буду распечатывать название только в том случае, если... root какой-нибудь там, creation есть? Нет. Нет, я не хочу создавать. Я хочу найти дату создания вот здесь. Я обычно как ищу. Если чертовой момент, я смотрю на team. Ну очевидно, дата создания это не Boolean, да? Это int или dn. Вот крутишь, int сравнение LastModified 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 Data создания нет. Плохо, но ладно. LastModified LastModified возвращает long. Время джави измеряется в лонгах. Это типично вообще для юникс систем. Это количество миллисекунд, которые произошли с... Это называется вот это еще начало эпохи. Первая мгрия 70-го года. Примерно момент создания линукса. Линукс. Линукс, да. Поэтому не надо, чтобы в текущее время это систем коронтамилист, например. Минус вот эта штука была меньше, чем 10 дней. 10 на 24 на 3600 на 1000. Надеюсь, все сработает. Так, там открыли. Дата это всегда чудовищная головная боль. Ну, правильно. Выпускные тесты, которые мы устраивали, да, недавно. Кризы я составлял, видимо. Логика какие-то, что запускал. Много. Где-то мы ошиблись. Руклаз не бухает. Это меньше, чем 10 дней, 24 часа. Количество секунд в часе, количество миллисекунд. Хорошо, если возьму один день. то же самое будет. Вы можете что-то переименовывать. Где-то ошибся. Можем миллисекунду взять по-другому сделать. Минус дейм. Надо сразу выводить разу, поскольку не красавием. Минус не не разу. Так. Суть в том, что вот это... Ну вот это точно не трогал. Уже давно. Почему оно вводится? где-то... А, все. Это я облажался. Я распечатывал и... и директорию. все сидела 10 дней. Не знаю, что я меняю от папки дтмп за 10 дней. Какие-то ссылки я сохранил, запускал систему, когда в огне негенерировало, а это мы выпускные проводили. дтмп за 10 дней. Так. Итак. Что здесь произошло? Сейчас еще чуть-чуть, и лабораторики фактически этому соответствуют. Там тоже, наверное, что там будет. То есть у меня есть рекурсивная структура данных. Есть файл, под который могут быть файлы. Могут быть, может не быть. То есть если директория, из него можно выдать... в нережащем файл, если не директории, из него можно... ну, listFiles вернет NUS, как мы делим. У них тоже, у них true. Да, и где-то что-то друг заканчивается. Одна папка глубокая, другая нет. Я к ней пришел, я рекурсивно я обхожу. Я активный, эта штука пассивная. У меня поток, она не работает. Я у нее вызываю метод get listFiles, она true вернула. Делай, что хочешь. Я в каждой из них спрашиваю файл или файл тогда спрашиваю дату другого создания. Не файл, я говорю, распечатывайся, хоп, открылась, раз, 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 раз. Здесь они сделали несколько примочек. Первое. метод лист файлов. У него есть несколько. Один из них я могу дать файл name.filter. Ну, решили, что так я листую, операционка возвращает мне все файлы, то есть если в директории миллион файлов, что вполне может быть сервер изображений, то это тяжеловато. Поэтому они говорят, знаешь что, дай нам фильтр. Немножечко я начинаю передавать им управление. Я говорю, давай мне все файлы, только которые соответствуют данному критерию. я генерирую файл фильтр. То есть я даю им такую штуку, которая будет метод accept. У меня дают файл, а я скажу, горится оно или нет. В данном случае я могу вот этот if убрать. Нет. Допустим, я хочу все папки, которые начинаются с буквы, заканчиваются на букву x. Я верну, что мне подходит только если passName getName and this, который заканчивается на x. Значит, что точно существует на единицу. Давайте это свежим. я немножечко передал ему контроль. Когда он полностью пассивный, я говорю, давай все внутренние папки нам вывалило все. все, делай что хочешь. Я по ним сам хожу. Теперь немножечко, это еще в ранних версиях мерят. Я могу дать такую штуку, которая, применяя которую к разным файлам, он тебе будет true или false. Если true, ты мне их возвращай. Если false, не надо мне возвращать. Я не хочу о нем знать. Я дал такую штуку, эта штука работает как? То есть это такой фильтр. он берет файл, ему будут давать все файлы. Он в нем будет брать имя и смотреть, если он заканчивается на единицу, то его возвращать. Давайте возьмем что-нибудь интересное, вот на двойку, да, много. Ну вот больше. То есть мой лист, метод лист файл вернул вот этот. Так, и давайте совсем коротко перейдем к лобу и пойдем на майские праздники. Есть файлс, этот файл появился только в джаре 1.7. Это означает, что вообще говоря, можно было спокойно обходиться без него. И только недавно со всем людям пришло как-то в голову, что может быть такая полезная штука. Итак, здесь я должен дать. Что? Что они хотят? Они хотят путь. Будут. темпы. Да? Мне они хотят что-то еще. Пайл визитер. Угу. Смотри. Мы это будем проходить. Это называется анонимные классы. Пайл визитер. У меня есть интерфейс файл визита. Это интерфейс. У него есть только обещание методов. Но они не реализованы. Точка запятой. Все. Сигнатура с рост него. Точка запятой, точка запятой. Все. Я могу написать new, имя интерфейса, фигурная скобка, круглая скобка. Так делать нельзя. Я не могу создать экземпляр интерфейса. И в это как он будет работать? У меня нет метод не реализован. Я говорю, знаете что? Мне лень создавать специально потомка интерфейса файл визитера, в котором я реализую. Я прямо вот здесь и реализую. Я пишу new, имя интерфейса, с круглой скобки. Если я вот это уберу, комбинатор ругается. Он говорит, нельзя создать экземпляр интерфейса. Я говорю, да я вам прямо сейчас расскажу. Это не интерфейс, это класс. Вот у него такие методы. И если я его запущу. Смотрите, у меня всего один вызов. Называется гулять по дереву файлов. Он что-то может и возвращает. И я даю им вот это посетителя файлов. И файловая система, виртуальная машина, меня протащат по всем вот этим вот папкам, по всем папкам, по всему, что лежит внутри DTMB, включая вложенное. При этом они, прежде чем войти в папку, скажут мне, я сейчас собираюсь войти в папку. Они вызовут меня и скажут, про и визит директор. То есть, ты не хочешь нам сейчас сказать что-то перед посещением папки? Видимо, я подозреваю, что я могу отказаться. А вот есть. Я могу сказать, давай продолжай. Могу сказать, нет, давай вообще закончим. Это та самая папка, которую искал. А могу сказать, пропусти вложенные деревья. И людей я внутрь не хочу. То есть, оно как бы со мной приходит. И говорит, я сейчас, вызывает меня моменты. Я сейчас собираюсь зайти в эту папку. Ты ничего не хочешь сказать? Я могу сказать, о, все, заканчиваем. Это та самая папка, которую я искал. Могу сказать, давай продолжай. Что это за папка? Я ее не искал. А могу сказать, скажем, внутрь не заходи. Эта папка начинается с двух подчеркиваний, мы в такие не заходим. Давайте сделаем. То есть, у меня будет, если мой, значит, этот самый gear, какой-нибудь toString, что точно работает. Can you get name? Can you get name with? Это сложно. ToString and with. Если с двойкой, мы в такие папки не заходим. Я не хочу заходить в папки, которые заканчиваются на двойку по каким-то причинам. Иначе я говорю, давай дальше, поехали. То же самое они говорят, вот я нашел файл. То есть, когда они находят файл, они вызывают меня visit file. Они у меня, я им дал штуку. Я говорю, давай. Смотрите, я им даю файл visitor. И я вызываю walkfile3. Они потом очень много раз дернут мой visitor. Когда встретят файл, они вызывают и говорят, что делать? Я, например, проверяю. Вот мне дается этот файл. Только теперь pass. Тоже такой тип из Java 7. Это, вроде, заменить классов файл. Надо почитать, что они говорят. Это же есть метод to file. То есть, можно преобразовать его в файл. Я могу сказать, да, это тот самый файл, который я искал. Да, мне надо что-то не вернуть. Это не знаю почему. Это после посещения директории. Допустим, давайте сделаем так. Законченный пример и все. Значит, на все я плевал. Я просто говорю, давай, давай дальше, давай дальше. Но если заканчивается на двойку, я ищу хотя бы одну папку, заканчивающуюся на двойку, а на 220, на три собаки. Я говорю terminate. Все, давай заканчиваем. Мы нашли эту самую папку. И пишу south. Вот она. Да. Да. Только it is. Да. Давайте запустим это дело. Одного дела ничего нет. Хорошо. Давайте спрячем здесь какую-нибудь папку с тремя собаками. Еще ложная папка. И в ней будет папка с тремя собаками. Это называется инверсия в управлении. Это общий принцип. То есть он не выражен ни в ключевом слове, ни в каком-то клетке, ни в каком-то классе, ни в методе. Это в целом ситуация, когда я становлюсь как бы пассивный, на самом деле, надо понимать, что все выполняется в моем потоке. Я вызвал метод walkfile3, я был заблокирован, пока он, я выполнялся вот этот здоровенный метод. То есть с точки зрения потока в активном остался я. У него нет собственных потоков, оно искало в моем потоке. Я вызвал метод, и вот он искал. Но с точки зрения кондирования получается, что я как бы пассивный. Я, например, не расписывал, как я буду лазить по файловой системе. У них там есть какой-то движок, я им даю этого визитера, а они его носят. Говорят, вот мы такое нашли, такое нашли. А я говорю, годится, не годится. Годится, давай дальше. Проехали, все. Он говорит, закончить, нашел. Абсолютное большинство современных фреймберков, собственно, так и ставят, строятся. Их хороших библиотек. Плохая библиотека рассказывает мне, как сложно устроена файловая система. Она говорит, это такая рекурсивная штука с директориями по директорию, не забудь вызвать тут, может быть, no pointer exception, на, пользуйся. И ты пока не изучишь две сотни класса, не можешь использоваться. Хорошие современные библиотеки, они говорят не так. Они говорят, я все знаю, как устроена база данных. Дай мне такую маленькую штуку, дай мне ее. Я найду в базе данных все таблицы, все строки, все эти. Я тебе просто говорю, нашел такую штуку, что делать? А ты просто будешь мне говорить, например, удалить, заменить там, что-нибудь сделать. И она меня таскает эту штуку, говорит, такое нашел, такое нашел, такое нашел. О, вот оно, все, прекращай работать. И получается, этот френдерк скрывает всю сложность. Сейчас, анютар, все, идем. Так. 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 Лабораторный. Мирчал. По файлу. Я даю вот этот код, что сейчас делал. Он тут выписан. Проходит по всей, по всем положенным директории, каталоге, папке, тут по-разному переводят на русское. И по английскому тоже разные термины. И выводит все имена всех файлов. Что мы видим тут? Даешь root, должен указать свою какую-нибудь папку. Если является файлом, я просто печатаю его имя. Иначе я не печатаю, меня интересуют только файлы. Я говорю, давай вложенное под папку, и прохожу, для них себя рекрусивно взываю. Я хочу, чтобы было следующее. Выбирались только именно файлов, которые представляют собой большие картинки. Я ищу большие картинки. Под большими имеется в виду небольшое разрешение мегапиксель. Я говорю, это просто большой размер файлов. Мы не заходим внутрь и не смотрим. То есть, есть хорошие алгоритмы сжатия, плохие алгоритмы сжатия. БМП может маленькую картинку сжать 10 мегабайт, ЧП — здоровенную картинку. Нет. Мне интересуют просто все, которые больше, чем 1 мегабайт. Например, FileLens — это количество байтов в файле — больше, чем мегабайт. Общее понятие картинки нет, поэтому я хочу все штуки, которые заканчиваются на точках JPG, PNG, BMPG. Второе. То есть, как бы маленький фильтр. Можете его сделать через двумя способами, которые я показал, по желанию. Первое. Можете делать лист файлов и потом перебирать у каждого файла, спрашивать его размер и чем заканчивается имя файла. А можете, когда делаете лист файл, передать такой файловый фильтр, который сразу вам вернет только то, что надо. Второе. Вообще говоря, не очень хорошее, как для библиотеки, то, что оно все выводит просто в консоль, не чатает. Вообще говоря, обычно, когда вызываю метод, я вызываю синус, он не в консоль пишет значение синуса, он мне возвращает значение синуса. Поэтому хочу, чтобы вы вернули массив файлов. То есть метод. Сейчас как он выглядит? Он возвращает войт. Даешь ему директорию, он возвращает войт. Печатает в консоль. Я говорю, нет. Я хочу, чтобы я ему дал директорию, а мне вернули массив файлов. Массив файлов, соответствующих большим картинкам. И ничего в консоль писать не надо. Да. И еще. Здесь мы не проходим коллекции. Вообще говоря, это серьезная проблема. Фактически нам нужно какое-то динамическое хранилище. Зашли в одну папку, нашли три картинки, не знаю где-то хранить. Заходим в следующую папку, еще пять картинок. Есть три, нужно еще пять. Заходим, заходим, заходим. Вообще говоря, нам нужны Java коллекции. ArrayList, например, LinkedList идеально для этого подходит. Поскольку мы еще не проходили, я вам предлагаю такой костыль. Храните все в массиве файлов. И вот вам способ, как из двух массивов файлов получить один. Такой костыль для конкатенации массивов. Массив не является динамической структурой данных. Когда у нас здесь, например, если у нас здесь хотя бы односвязный список, мы можем их в конец добавлять. У нас пока, ну, можете на односвязных списках сделать. Ну, тогда, наверное, проверяю, что нам будет тяжелее. Я говорю, если у нас здесь массив файлов и массив файлов, я могу из него слепить новый массив файлов. Да, я создаю новый массив файлов двойной длины. И дважды делаю райкопи туда. Это действительно типичное использование рекурсии. То есть мы рекурсии обходим рекурсивную структуру данных, но мы не просто ее посещаем в System of Parental Edition, а вообще говоря, мы туда идем, чтобы вернуться, мы там что-то собираем. У нас здесь какой-то аккумулятор. И мы ходим, ну, как, например, у нас было в дереве. Надо сложить все элементы во всех вершинах и вернуть сумму. Не просто пройтись по всем вершинам, а мы даем дерево и говорим, сложи все, что там есть. Или посчитай его высоту и верни нам, не надо писать в консоль. Вот я прошу, вот тебе корень файловой системы, походи по нему и верни мне, не в консоль пиши, а верни мне массив всех больших изображений. Здесь немного психоделически, то есть разберетесь сами. Тут опять, если я говорю, у меня странно впечатление, я не понимаю, то есть приношу ли я какую-то пользу, и выгляжу просто как говорящая голова или клоун. Я пытаюсь громче жестикулировать, но у нас есть такая как бы дважды рекурсивный код, который создает копию структуры папок. Я сейчас нарисую руками, как он работает. Вы дома просто запустите на папке, которая есть. Давай я просто запущу. Все, Анюта, пять минут осталось, честное слово. Вместо того метода копий, которому даешь имя папки, которая существует, и имя папки, которая не существует. Сейчас узнаем, не существует ее у нас. ДТМП2. ДТМП не существует. Что-то что там было. А ТМП2 у меня папки нет. Правильно? Если я запускаю этот метод, отработало, у меня появится папка ТМП2. Что есть в ТМП? Вот такой. Видите? Ну, задание Амна 1.1. Да? ТМП2. Создание Амна. Одна из особенностей большинства файловых систем, нельзя целиком скопировать, ну, то есть на уровне винды я могу взять папку сложную под папкой. Сделать Ctrl-C, Ctrl-V и создаться полная копия дерева. На низком уровне зачастую нет метода целиком копирующего папку сложными папками. А если это барная штука? Создать пустую папку и скопировать файл. То есть когда я встречаю жирную папку, которая под папкой, я даже встретил папку с под папкой, я создаю такую же папку. У нее еще нет. Захожу внутрь, то есть ей в чем? Здесь у меня такое дерево. У меня будет X маленькая, X маленькая, тут будет папка Z и папка . Тут ничего нет. Как у меня сейчас работать нет? Мне говорят A, это TMP, это TMP2. Оно вот так как бы берет, держит два указателя. Говорит так, создает A штрих. Теперь здесь заходит, она говорит, что тут внутри есть? B, C, D. Она говорит, иду в B. Тут создает B штрих. Иду в B, там есть XY. Оно создает X штрих, Y штрих. Вернулся. Вернулся на обоих случаях. Я говорю, есть C, C есть Z, есть K, есть D. Ничего нет. В принципе, в Java дважды рекурсии сделать нельзя, потому что мы можем вызвать только один метод. Тут я просто воспользовался тем, что структура здесь и здесь идентичная. Я хожу по этой штуке, рекурсия практически есть только по существующей папке. А вторую штуку я просто повторяю путь. В реальности в Java нельзя обоих ходить вот так вот. Потому что я в один момент вызываю только один метод. Либо здесь, либо здесь. Я не могу. Но я хожу вот здесь, тут же я могу рекурсивно обходить. А у кого-то у меня есть копия, которая просто повторяет на тот же самый путь. И вот я таким образом сделал такой рекурсивный создатель копии рекурсивной структуры данных. На случай я все время акцентируюсь рекурсия, рекурсия, рекурсия. В жизни так часто это слово не использую. Но суть в том, что вызов метода фактически... Когда моя структура данных содержит части, похожие на нее саму, то когда мы с такой штукой работаем, мы у нее вызываем какой-нибудь метод, и у ее частей вызываем этот же метод, и еще частей. Фактически у нас получается такая глубоко рекурсивная штука. Да, метод получился короткий. Метод копии содержит вызовы метода копии. Много раз. Степень убедрения, в общем-то, не определена. Метод копии вызывает метод копии столько раз, сколько у папки под папках. Ну, я объясняю. Этот метод создает, дублирует только папки. Я хочу, чтобы копировалась не только структура, то есть тут только папки. Да, в предварительном есть и файлы. Да, причем самое интересное, что захожу в задание. Нет, чуть неинтересно. Human task. В нем три под папки. Здесь захожу в human task. В нем три под папки. Полностью создалась вложенная структура. Но только папок. Я вас прошу, чтобы создавались и копии файлов. Каким-то образом. Можете взять данные предыдущих лабораторок. То есть взять new file input stream, file output stream и начать перенать все байты. Можете посмотреть, возможно, в JDK, ну, видите, в GOOM, спросите, возможный способ прямо копировать файл. По-моему, ну, мы стерили. И не факт, что у класса java.eofile есть метод copy-tool, чтобы как-то там не присмотрели. У файла, что у нас это есть, что там? Код, что не то, что есть. Код есть. Трансперт как там. Какой-то метод был такой похожий на... Возможно, есть один метод, который прямо создает копию файлов. Хорошо. Так, это уже пусто в нет таких лабораторах. RandomAccess тогда... Давайте заканчивать. У предыдущей группы, я тогда для них думаю эту лабораторку, у них точно есть описание для лабора. Совсем кратко, она звучит следующим образом. Я сделал маленькую базу данных на основе класса java.eimo.eofile.eofile. Идея в том, что у меня есть массив файлов. Файл — это просто массив байтов, который хранится на диске. А у меня есть какая-то сущность, там, юзер, наверное, вечный и рекорд. И дальше я этот рекорд храню много раз, миллионы раз. То есть каждый рекорд занимает сколько-то здесь байт. Нулевой рекорд, первый, второй. Я привел пример, где я... Ага, все, я понял. Как же предыдущие это сделали? Все, про все еще раз дорассказываю. То есть у меня был класс, который делает базу данных, растолженный рекорд в файловую систему. Он фактически реализует метод. То есть у моего какого-нибудь там Storage, есть метод get, там, cut, и он возвращает тебе рекорд. А еще у Storage можно метод save вызвать. А в карту позицию сохрани рекорд. И оно в файле отматывает, говорит, там, сто пятьсот рекорд должен содержаться вот здесь и туда записывает. Все, лекция закончена. Спасибо. Спасибо. Спасибо.